Сейчас я расскажу о снаряжении, какое у меня есть. Во-первых, это, конечно же, каска. Без каски-то у нас никуда. Так, что еще на мне? Сразу есть у меня вот костюм Промальп от Техноавиа. Но от Промальпа тут одно название, потому что я не знаю, кто его делал, но он абсолютно ни для Промальпа не предназначен. Ладно, про него я потом расскажу. Я его тут уже доработал. Сделал себе на липучках раскрывающийся рукав. Добавил карман запасной еще один. Вот тут сделал ветерку для рации. Но это все ладно. Обвязка у меня вентовская. Что еще здесь есть у меня? Усы самостраховки с карабинчиками. Тут у меня Жумар Пецелевский Ascender, который там последняя модель, уже новый, с дыркой, с расширенной. Очень удобная вещь. На самом деле, при залазе не в сидушку. Я им страхуюсь. Вот. Ну, теперь начнем, что у нас за инструменты есть. Сейчас я вам все расскажу. Первое, что у нас есть, это веревка для альпиниста. Куда же без нее? 100-метровая веревка. Промаркированная у нас. Вот у нас на конце маркировка. Желтая и красная. Каждая из них. Она большая, обозначает, что это 100 метров. Маркировка такая специальная. Так, что тут дальше? Середину. Середину я тоже промаркировал. Но это обычный изолента, обычный кусок изоленты. В принципе, не очень нужная вещь, но иногда пригождается. Вот, что у нас протекторы. Вот это у меня протектор на основную. Часть веревки. Просто я 100-метровую веревку использую как 2 по 50. То есть не разрезал, а так 2 конца по 50 метров использую. На основном конце у меня протектор получается рукав высокого давления. Сегодня заехал в какой-то гараж. Там попросил. Сок мне сегодня дали. Вот он. Двойное армирование у него. Если тут видно. Нет? Не видно? Видно. Железная оплетка двойная. Ну, в общем, вещь натуральная. Вот. На страховочной у меня просто тоже рукав высокого давления. Но там железной оплетки нету посередине. Есть просто какая-то... Не знаю, что это. Веревка какая-то. Вот. До этого у меня были протекторы из пожарных рукавов. Вот такие сделал. На кнопках. Вот. Тоже удобная вещь. Потому что эти я надел. Рукава высокого давления, который надел. На середину веревки свои все. И они у меня тут не снимаемые, скажем так. А вот эти, в принципе, протекторы можно снимать и вешать в любом месте веревки. Куда угодно. Быстро и удобно. Так. Вот второй протектор тоже был. Вот я усовершенствовал. Сюда приклепал уголок. Алюминиевый. А сюда как бы направляющий. То есть он вот так вот у меня вставился. На перегиб. Колком на перегиб. Сюда встает. И сюда направляющий. Вот так вот веревка вкладывается. Раз вложил веревку, допустим. Ну и застегнул. Получается, в принципе, очень удобная вещь. Вот. Дальше что у меня? Вот это мой трон, скажем так. Моя... Наверное, вот так вот перейду, чтобы солнце сюда светило. Ну, там от меня тень будет. Мой трон. Моя седушка моя огромная. Что у него тут есть? Какой-то кусочек тряпочки, чтобы от пены вытирать. Когда все грязно, чтобы не совсем грязно быть. Ну, она такая. Обычная седушка седушка. Снизу перекрестим. Все как обычно. Так, дальше что у нас идет? Вот у меня тут... А мне опять неудобно смотреть по-самому. Ладно, вот так все-таки сделаем, чтобы тень моя не падала. Так, вот у меня страховка. У меня АСАП. АСАП-ЛОК. Тоже вещь шикарная, в принципе. Ну, пока не пригождался, в принципе, он мне. Его функционал АСАПчик. Вот АСАРБЕР на 20 сантиметров. Ну, я сначала думал, что 20 мало, хотел 40 взять. Ну, в принципе, 20 тоже пойдет. Единственное, что еще не научился его одной рукой открывать-закрывать. Бывает полезно, когда в седушку садишься. Ну, да ладно. Это вот такой уже грязный весь мастики. Единственное, что за ним надо следить, это вычищать мастику вот из этого места, где трется веревка. Вот изнутри. Вон там. Иначе, если там мастику не вычищать, веревка перестает скользить. И АСАП срабатывает. Как бы можно на нем повиснуть, если быстро спускаешься, а веревка вдруг заела. Так что следите. Если кто-то будет пользоваться, следите, чтобы там было чисто внутри. Дальше еще у меня спусковуха моя. Это Риг. Ну, ничего. Про другие спусковухи сравнивать не могу, потому что я спускался только на Риге в своей жизни. Пока что... Ну, только видел, как пацаны спускаются на решетке. Ну, мне Риг нравится. Естественно, потому что можно и застопорить резко. Автоматически он устанавливается, когда рукоятку отпускаешь. Ну, и в принципе, я спускаюсь на 11 веревке. 11 он... Ну, надо маленько подталкивать вначале, чтобы хорошо шел. А на 10, если спускаться, то вообще можно со свистом спуститься. В принципе, очень удобная вещь. И можно заправлять веревку, не отстегивая спусковухи от себя. То есть, либо от обвязки, либо от трона. Трон вот так вот она пристегивается к трону, к моему. Раз. Замуфтовали. И все. И вот так вот в таком положении уже получается все время. А веревка вот так вот сюда продевается и застегивается. То есть, в принципе, не потеряется никак мой рик. Так, что у нас еще есть? Вот есть эксцентрики. Я их покупал, чтобы позиционироваться, когда в швах ковыряешься. Шов засунул как бы. Ну, как оттяжка. И к нему прикрепляйся, чтобы тебе не болтало. Вот. Ну, по факту они мне не пригодились. То есть, несколько раз пользовался. Какой у них минус? То, что под каждый шов надо подбирать свой эксцентрик. Свой по размеру. А если не угадаешь, то либо не всунешь его туда, либо он там не раскроется как надо. И, в принципе, фиксации никакой не будет. То есть, получается, ну, не совсем для швов. Плюс еще, когда швы уже запениваешь, они же пеной заполняются, и уже эксцентрик-то никуда не всунешь. Получается, в принципе, бесполезная вещь. Так что, если кому надо, могу продать. Эксцентрики продаются. Вот. Вместо эксцентриков я себе взял вот такие якоря. Вот это вообще замечательный якорь. Особенно вот этот оранжевый. Вот это, по-моему, красноярский какой-то наш якорь. А этот маленький, я не помню какой фирмы. Но вот то, что у меня попался. Я уже второй раз приходил, когда в магазин. Там такого больше не было. Сказали, что единственный был в партии. Больше таких нет. Потому что он очень хорошо вбивается в стену. Гораздо лучше, чем вот этот красноярский якорь. Хорошо держит. И такой маленький, компактный. Особенно по сравнению с этим красноярским. Вот. Ну, что поделать. Будем искать еще такие оранжевые. На чем они у меня держатся? Они у меня держатся на веревке. Вот на такой. С этой стороны карабин. И прусик. Узел прусик. Для чего у меня прусик? Для того, чтобы регулировать длину веревки. То есть можно подтянуть. Оп. Ну, неудобно наверху снимать и показывать. В общем, если подтянуть за прусик. То, соответственно, петля уменьшается. И можно там ближе, дальше к стене прикрепляться. Да, позиционироваться. Вот такую вот и вещь я придумал. Если дальше. Оттянули. Вот получается длиннее. Вот. Ну, это все понятно. Тут у меня что? Ну, обычный молоток. Обычный. Ну, сейчас. Потом к нему вернусь. Я тут его тоже маленько доработал. Сейчас шпилька вылетела куда-то. А, вот она. Рукаве. Вот так вот я вставляю молоток в шпильку вот эту. Ну, получается, у меня... Ну, тут примотал ее обычной инолентой, приматывал. Для чего это? Для того, чтобы использовать молоток в качестве рычага удобно. То есть, когда его засовываешь... Она не должна дрожать. Засовываешь в шов и вот так вот просто на эту шпильку опираешься в шве. Вот. Показать. Вот, если в шов посмотрите, вот так вот, как бы один шов, то можно вот так вот поддевать, и она никуда не уходит. И молоток, как рычаг идет. Ну, тоже удобная вещь получилась. Так, что? Ну, пистолет обычный для пены. Вот. Постоянно почему-то он там марается, заклинивает. Ну, фигня какая-то, короче. Особенно обращать внимание не будем, что у нас тут. Зубило. Для молотка. Вот это был мой основной рабочий инструмент. Сейчас остается. Вот. Крючочек такой сделал. Крючочек, чтобы выковыривать липучку, чтобы колбасу выковыривать из швов. Поддел, выковырил. Все. Ходишь с ним, как маньяк. Вот так вот. Все дергаешь. Ножик, опять же, чтобы колбасу резать или там, если есть пакли. Ну, понятно, что пригодится нож. Это у меня что, очки. Ну, просто очки. Понятно, что для защиты глаз. Очень уже пригодилось. Несколько раз отлетало в глаз. А когда снимал их, порос прилетало, так там до слез моргал. Ну, и что у меня теперь моя обновочка. Это у нас перфоратор Bosch GBH-36 VF-LI Professional. Вот эта вещь так вещь. Какие там сетевые отбойные молотки рядом не валялись. Вот он на аккумуляторе. Ну-ка. Подай звук. О, можно долбить. Сейчас покажу. Что-нибудь отдолблю. Так. Вот, берем. Приставляем его, допустим. И, видно. Вот как-то так. Сейчас мы его повернем. Повернули просто бит. Вот маленько. Боком поставим. Ну-ка. Смотрим, что произойдет. Вот, короче. Вот отлетают куски только в путь. Просто приставили. Ну-ка. И... Вот таким образом. Сила удара у него 3 джоуля. В сравнении с обычными домашними перфами, у которых сила удара 1, даже, по-моему, от 0 с чем-то. Да. 1,1,8 джоулей. То есть, понятно, что вот это вещь. Вот. Ну и сумочка, в которую я все складываю, пока зависаю. Сумочка моя. Обыкновенная. Вот. Такой вот нехилый набор инструментов моих всех. Вот такой вот. Ну, это все инструменты для швов. Для стекломоя, для всего остального. Там понятно, что другие инструменты. Про них мы поговорим попозже, когда я буду заниматься стекломоем. Вот такая у меня тут панорамочка. Ну, сегодня просто день такой, что все мои напарники поуезжали, кто куда. И поэтому одному мне неохота работать. Поэтому я решил сегодня показать, что у меня есть. И поеду я, наверное, домой. Тем более, там тучи набегают. Ветер такой неприятный. Так что все. Поехал домой.